Многие из вас, ребят, отлично знают, в патче 9.20.1 многие лёгкие танки 10 уровня будут переделывать. В основном это апы. Апы по альфе, апы по количеству снарядов и апы по стабилизации. Вот. Поэтому я хочу, знаете, что сделать? Я хочу сейчас этот рейтинг составить и посмотреть, изменится ли этот рейтинг спустя некоторое время после того, как новые лёгкие танки, точнее лёгкие танки с новыми параметрами, выйдут в рандом. Ну, подожду там патчик, может быть, два. Итак, ребят, на основе голосования в группе ВКонтакте, в которой принимало участие более 13 тысяч человек и до сих пор продолжают голосовать, на пятом месте, ну, как вы понимаете, лёгких танков 10 уровня всего 5, поэтому на последнем можно месте сказать, у нас находится китайский лёгкий танк 10 уровня WZ-132-1. И за него проголосовало всего 11,3% опрошенных игроков. Хотя я, ребят, на самом деле, вот честное слово, если бы этот рейтинг составлял именно я, то WZ-132-1 попал бы у меня безусловно на первое место. Потому что, ну, даже разработчики и статистика в этом отношении со мной согласны. Ибо китаец это единственный лёгкий танк, который в патче 9.20.1 не будут вообще никак трогать, потому что, по мнению, опять же, тех же разработчиков и, в принципе, я думаю, игроков, с ним всё нормально. Но судите сами. По сути, это даже не лёгкий танк. Возможно, именно поэтому он и занимает последнее место, потому что геймплей на нём не классический для лёгкого танка. У этого лёгкого танка внезапно есть броня, внезапно есть стабилизация, подвижность, обзор, да? Но самое главное, этот лёгкий танк не играет как лёгкий танк. Это, скорее, такая облегчённая, не прощающая много ошибок, СТ-шка. Хорошее пробитие. Одно из самых лучших пробитий неголдовым снарядом в 246 мм. Хорошая альфа 390. Хороший ДПМ. Всё у этого танка есть для того, чтобы играть на урон. При этом он обладает ещё и всеми необходимыми для лёгкого танка бонусами, то есть бонус к маскировке. Он её не теряет, когда движется или когда поворачивает на месте, да? И при этом ещё сам обладает хорошей маскировочкой. Пусть не самый лучший среди всех лёгких танков 10 уровня, но этот танк делает самое главное в бою. Он, во-первых, может подсвечивать, во-вторых, может наносить некислодамага. Как по мне, эти вот условия, они просто вот в характеристике этого танка, они просто на 10 из 10 тянут его на то, чтобы он занимал первое место. Но, опять же, возможно, причина того, что этот танк находится у нас среди аутсайдеров, среди ЛТ-10, да, является то, что его прокачало меньше всего народу. То есть, я посмотрел статистику за всё время, что были ЛТ-10 у нас в рандоме, именно вот этого китайского ЛТ прокачало меньше всего игроков. Но при этом, ребят, при этом, на нём самый высокий процент побед. То, о чём я и говорил, этот танк лучше всех оказывает влияние на исход боя. Возможно, те, кто принимали участие в голосовании, действовали по принципу «каждая лягушка хвалит своё болото», но, с другой стороны, ребят, разве стали бы вы хвалить танчик, который у вас есть, но который вам не нравится? Именно поэтому я считаю, что рейтинг, который составили зрители и участники группы ВКонтакте, является вполне себе объективным. И, если вы собираетесь ЛТ-10 прокачивать, возможно, он вам реально сможет помочь. Но это не точно. Ну, а на четвёртое место, ребят, игроки, которые голосовали в группе ВКонтакте, поставили немецкий лёгкий танк 10 уровня, Райн Метал Панзерваген. Знаете, что самое забавное? Он тоже набрал 11,3% голосов. А знаете, почему он попал на четвёртое место? Перевес между им и китайским лёгким танком составил всего один голос. Вы представляете себе, всего в один голос у этих двух танков, как бы, позиция их разделила между пятым и четвёртым местом. Ребят, скажу вам честно, я сегодня поиграл достаточно много на лёгких танках, на пресс-аккаунте, там есть все лёгкие танки 10 уровня. И могу сказать, несмотря на то, что раньше я возлагал огромные надежды на Райн Метал Панзерваген и считал его чуть ли не одним из самых лучших ЛТ 10 уровня, если мне не изменять память, я его одним из первых начал прокачивать. Ребята, на мой взгляд, этот танк должен занимать последнюю строчку рейтинга. Я понимаю, что он обладает хорошей подвижностью, что он может лазить по горам, что у него вообще всё нормально. И с альфой в 360, которую, кстати, ребята, в следующем патче 9.20.1 порежут до 320. То есть будет не 360 альфа, а 320. При этом ему ускорят немножечко перезарядку и сделают самую большую вещь. Я вот, ребят, знаете, когда я катался на этом танке, я не мог попасть ни в кого. Реально, я не мог реализовать этот танк сходу. То есть выкатился, выстрелил, откатился назад. Знаете почему? Я не ошибся. Разработчики в следующем патче апают ему стабилизацию. От поворота гусениц, от поворота башни. И даже время сведения улучшается 1.9, по-моему, до 1.6 секунды. Ребята, реализовать урон на этом танке можно только стоя и играя в крысу из кустов. На самом деле, я пытался как-то сходу влетать на танки противника, попадать в них. Не, нифига подобного. Снаряды улетают в гусеницы, в сторону, куда угодно. Стабилизации этому легкому танку не хватает, как воздуха. Меня этот танк, несмотря на то, что мне он нравится, я когда смотрю на его характеристики, у него отличная точность, у него все хорошо, мне он очень нравится, но я играть на него не могу, у меня от него горит. И, на мой взгляд, очень спорное изменение, то, что ему режут альфу. Не знаю, для чего это сделают. Ребят, но то, что апают стабилизацию, это реально то, что нужно этому танку. Может быть, без альфы, но с хорошей стабилизацией он начнет играть совершенно по-другому. Но на сегодняшний день для меня это кустовой снайпер, который способен разве что летать и светить, да? Но при этом сходу как-то накидывать дамаг он не может. Да и брони при этом нет. Хотя, чего мы же говорим про броню, это же легкий танк. В общем, я думаю, не зря вы поставили этот танк на четвертое место. При этом, ребят, статистика показывает, что он как раз-таки второй по количеству прокачанных танков. И причем один из самых таких танков, у которого одна из самых худших статистик по проценту побед. Хуже него будет только наш следующий участник, который занимает третье место. И если вы еще не догадались, кто у нас на третьем месте, то это у нас американский легкий танк 10 уровня Шеридан. И вы знаете, за него проголосовало не намного больше народу. Всего 11,8% против 11,3% у предыдущих кандидатов, да? Но при этом, ребят, этот танк выкачала игроков. Он находится по количеству выкачанных танков на втором месте. То есть, вот все ЛТ-10, которые выкачали, да? Вот у этого танка один из самых высоких показателей. То есть, его очень много игроков прокачало. Я надеюсь, я свою мысль выразил. Так почему, прокачав этот танк огромным количеством игроков, за него так мало игроков голосует? Ребят, на мой взгляд, здесь есть очень хорошее объяснение этого ему момента. Этот танк, несмотря на то, что, на мой взгляд, вот как раз третье место я бы ему тоже дал. Понимаете, почему? Потому что у этого танка есть два орудия. Одно обычное, да? То есть, вы ездите и наносите урон, как обычная ЛТ-шка. То есть, стреляете с хорошим пробитием, с хорошей точностью, с хорошей стабилизацией орудия, да? И есть альтернативное орудие, 150-мм фугасница. Так вот, ребят, я думаю, этот танк многие прокачали для того, чтобы просто кайфовать и получать удовольствие от игры. Потому что с фугасницей этот танк превращается в некое подобие фан-машины. Да, он огромный, у него одна из самых худших маскировок для своего уровня, да? У него, ну, куча недостатков. Но при этом у него есть фугасница, с которой вы можете по 700, а то и по 1000 плюс урона раздавать с одного выстрела. Согласитесь, это достаточно фаново. А именно ради удовольствия мы и играем в эту игру, а не только ради цифрок статистики. Так что я считаю, уж кто-кто, а Шеридан уж точно находится правильно на своем месте, потому что ЛТ-шка действительно интересная, действительно фановая. Но, опять же, не для всех. И, опять же, это не та ЛТ, на которой надо выходить для того, чтобы получать какие-то интересные цифры статистики, да? Там как-то грамотно насвечивать, занимать какие-то интересные позиции. Нет, эта ЛТ-ха все то же самое может делать. Просто чуть хуже всех остальных, что не дает ему подняться выше. Но при этом он очень фановый. Так что, ребят, мое мнение. Если вам нужна ЛТ-ха для фана, то Шеридан ваш выбор. Кроме того, если вам захочется немножечко понагибать, пусть он будет проигрывать другим ЛТ-шкам по некоторым позициям, но вы сможете на него поставить альтернативное орудие, с которым будете действовать уже уверенно и эффективно. Идем дальше. И на втором месте у нас французский легкий танк 10 уровня АМХ-13105, который набирает 15,2% от голосов тех, кто принимал участие в этом опросе. Ребят, если посмотреть на статистику этого танка, то можно увидеть, что он находится на третьем месте по количеству легких танков, которые прокачали за все время, как легкие танки 10 уровня появились в рандоме. При этом у него вторая по эффективности статистика по проценту побед. То есть на этом танки реально катаются и нагибают. На мой взгляд, ЛТ-шка вполне себе законно находится на втором месте, так что здесь я полностью согласен с теми, кто принимал участие в опросе. И эта ЛТ-ха может все, наверное, делать все, что так любят игроки. Ну, начнем с того, что у нее есть барабан. Ребят, само по себе наличие барабановой ЛТ-хи делает ее немножечко лучше всех остальных. Почему? Ну, потому что ЛТ-ха обладает хорошей подвижностью, любая практически, да, может ворваться с неудобного направления для противника, зайти в корму, зайти ему куда-то через каточек покидать. И если ЛТ-ха барабанная или обладает хорошим ДПМом, то ПТ-шка или медлительный неповоротливый тяжелый танк, пусть даже и с хорошей броней, но под прямыми углами даже Маус и ЛТ-10 могут совершенно спокойно в борта брать. Я думаю, вы понимаете, о чем я говорю, поэтому барабан позволяет быстро реализовать свой урон с барабана и отступить на безопасную позицию за укрытие или к своим союзникам. Кстати, разработчики со мной, наверное, тоже согласны, и после сбора своей какой-то внутренней статистики они решили в патче 9.20.1 увеличить не только количество снарядов этому танку с 30 до 33, да, именно трех снарядов, по мнению разработчиков, этому танку не хватает на то, чтобы вести эффективные боевые действия, но самое главное это то, что они уже у имеющихся снарядов увеличивают альфа-урон с 360 до 390. Таким образом, общее количество урона, которое этот танк будет с собой возить, значительно возрастает. Ну, больше ему, в принципе, ничего не делает, а что ему еще делать? Барабан у него нормальный, играть на нем можно. Кто играл на барабанных ЛТ-шках или на тех же батшатах, те отлично знают, как играть на этом танке. Что у батшата нет брони, что у 13-105 нет брони, ни у кого здесь брони нет, эти танки никогда не играли от брони. И, на мой взгляд, у легкого танка 10-го уровня перед батшатом, если бы у него, конечно, был бы такой же барабан, как у бата, он бы вообще бы рвал все на свете. Но перед батом, для того, чтобы наносить урон, у него есть небольшие преимущества. Во-первых, он сам хуже светится, во-вторых, сам лучше светит, в-третьих, обладает меньшими габаритами, в него тяжелее попасть. И при этом он способен реализовывать неплохой урон. Вот говорю, все, что его отличает от батшатов, так это то, что у него недостаточное количество снарядов в барабане для того, чтобы разорвать противника в клочья. То есть, он может сильно покалечить противника, но ему каждый раз приходится возвращаться на перезарядку, уходить куда-то в сейв, для того, чтобы с новыми силами вырваться на противника и надавать ему по щам. И вы знаете, у 13-105 есть реально все характеристики для того, чтобы занять первое место в сегодняшнем топе. Но первое место занимает у нас советский легкий танк Т-100ЛТ. Вы знаете, возможно бы 13-105 бы действительно мог занять первое место, но ему, как говорится, можно противопоставить целый ряд факторов, которые ему помешали. Во-первых, возможно, возможно, игроками и теми, кто голосовал, в первую очередь, как бы, они руководствовались, может быть, каким-то, я не знаю, патриотическим, что ли, чувством, может быть, как-то данью благодарности, может быть, просто из-за того, что многие игроки любят советскую технику и прокачивают ее одной из первых. Но этот танк Т-100ЛТ, во-первых, его выкачало просто максимальное количество игроков, больше, чем всех остальных. Вот. Во-вторых, на нем не такие плохие показатели по проценту побед, как могли подумать, они где-то до уровня всех остальных ЛТ. Конечно, не самые лучшие, но и не самые худшие, где-то посерединке, но, опять же, массовость, наверное, накладывается в отпечаток. Но при этом, ребят, за него отдали свой голос 50,5% игроков, то есть больше половины, а это абсолютный победитель нашего сегодняшнего топа. Так что, ребят, мое мнение такое, может быть, это и не лучший ЛТ-10. Нет, не так. Может быть, это не лучший танк из тех, которые мы сегодня рассматривали. Но уж точно это лучший легкий танк 10 уровня. Если посмотреть задачи, с которыми должен справляться легкий танк в боях, то именно Т-100ЛТ справится с этими задачами лучше всех остальных. Он обладает просто феноменальными показателями по мощности двигателя. Отличная максималка в 72 км в час. Лучшая на своем уровне маскировка. Он маленький, в него тяжело попасть, он может прятаться за любыми складками местности. И даже если он засветился, он сможет уйти безнаказанным за счет того, что как раз-таки, опять же, в грамотных руках он сможет просто прикрываться рельефом и уходить от обстрела противника. И даже если на него выходит противник, у него есть огромные шансы перестрелять его не только ДПМом, но при этом еще и часть дамага танкануть. Вы понимаете? Это ЛТ 10 уровня, который способен отбивать, пусть не все, все-таки это легкий танк, но все-таки часть снарядов он способен отбивать. При этом, ребят, есть и минусы. Это, конечно же, одна из самых низких Альф среди всех ЛТ 10. Всего лишь 300 урона он способен выдавать с одного выстрела. Именно поэтому разработчики, наверное, в следующем патче 9.20.1 решили этому танку подтянуть ДПМ. За счет чего? Нет, не за счет увеличения Альфа-страйка, а за счет улучшения времени перезарядки. Кроме того, ему существенно увеличат боекомплект. Так что, ребят, этот танчик сможет еще больше урона вливать со своей, скажем так, пусть и не самой лучшей, но все-таки хорошо стабилизированной и, ну, пусть и не самой точной, но комфортной пушки. Вот реально, мне его пуха на полном ходу всегда доставляет удовольствие. Автоприцел и начинаешь шмалять в противника. Большая часть снарядов находит свою цель именно там, куда вы стреляли. Вот такой вот, ребят, у вас получился рейтинг легких танков 10 уровня. Если вы с ним не согласны, то, опять же, ну, наверное, вам стоит, наверное, зайти в мою группу ВКонтакте и подписаться на нее, потому что подобные голосования там теперь будут появляться, ну, достаточно часто. И вы сможете оказывать влияние на это голосование, опять же, ну и тогда ваш любимый танк будет занимать более высокие позиции. Также вы можете написать в комментариях, какой танк, по вашему мнению, получил незаслуженное место и почему. Ну, а на этом у меня на сегодня все. Спасибо всем огромное за просмотр и до скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok